Денис, приветствую тебя. Привет всем. Традиционная встреча, обсуждаем рынки. Конечно же, сейчас условия крайне интересные. Мы следим за тем, как развивается ситуация с банковским сектором и его стабильностью в США. И вот буквально вчера весь фокус внимания переключился уже на Европу. То есть, если кто-то сомневался в принципе домино и цепной реакции, ну, как правило, каждый зарождающийся кризис, он как раз и характеризуется тем, что какой-то очаг серьезной такой финансовой боли появляется обычно в США, как это в принципе было в 2008 году. Потом подключается по вот этому принципу домино и другая часть мировой экономики, другие регионы. Европа вот сегодня точно будет на первых полосах по-прежнему, потому что даже несмотря на анонсированный пакет для Credit Suisse, относительно помощи финансовой от в том числе Национального банка Швейцарии, мы видим, что на премаркете акции снова несут потери и даже не знаю, каким образом текущая торговая сессия сложится для этого банка. Ну, в любом случае, чем характеризуются вот эти вот явления кризиса банковского характера? Это панические настроения, они, как правило, приводят к такому оголтелому желанию трейдеров найти инструмент, где можно пересидеть, защитный актив, золото. Как раз сегодня предлагаю, если у тебя есть какие-то торговые рекомендации, идеи посмотреть на золото. Очень актуально сейчас работать с рынком драгоценных металлов. У меня прямо сейчас график открыт. Ну, ладно, давай тогда с вводной частью закончим и потом непосредственно к идеям перейду. Помимо этого, сегодня заседание Европейского центрального банка в 13.15 по GMT. Это событие, безусловно, будет с оглаской и акцентом на то, какие последствия для Европы будет иметь развитие банковского кризиса именно в самой Европе. И кто знает, может быть, сегодня ЕЦБ, так же, как и американский регулятор, может все-таки решить, что повышение ставки на 50 байсных пунктов – это слишком круто сейчас. Если бы это было еще пару недель назад, может быть, ЕЦБ был бы смел в этом плане и дал бы это решение на 50 байсных пунктов. Но сейчас, конечно же, есть определенные сомнения, потому что ФРС передумал повышать ставку на 50 байсных пунктов, поскольку понимает, что это может еще больше усилить давление на национальную экономику в целом и на банковский сектор, который и так сталкивается с проблемами ликвидности. Я также сегодня предлагаю посмотреть на евро. Вот давай евро сегодня, золото, и чтобы тоже разбавить другим активом прочего сегмента финансовых рынков, можно на них еще посмотреть. Нормальны вот эти инструменты? Да, отлично. Давай так, демонстрация экрана. Так, у меня золото открыто. 1918 долларов за троскунцию мы видим сейчас. Локальный максимум вчера были в районе 1940, чуть-чуть туда не дотянули. Но вот этот интерес, который стал проявляться к золоту еще с конца прошлой недели, когда посыпались американские банки, Silvergate, Silicon Valley Bank и Signature Bank. Это прецеденты, которые, в принципе, позволили порассуждать на тему нового финансово-экономического кризиса, спровоцировали эффект Бэнкрана, когда заемщики стали, точнее, вкладчики стали стремительно доставать свои деньги из банковской системы, опасаясь того, что будут сыпаться и другие банки. В моменте мы видели, что валился очень активно американский фондовый рынок, трейдерам нужна была защита финансовая, стали резко приседать на этом фоне доходности американских облигаций, и логично, если снижать доходность американских трейджерисов, выстрелила наверх золото. Сейчас у меня как раз четырехчасовой таймфрейм, мы на азиатской сессии видели, что пытались продавцы немножко перехватить инициативу, но безрезультатно. Рынок снова сейчас откатывает котировки уже 1920, прям мы видим развитие восходящей динамики, вот момент прямо моего обсуждения с тобой о текущей рыночной ситуации. Это доказывает, что паника на рынке есть, присутствует, никто не знает, что будет завтра, никто не знает, что будет под конец текущей торговой сессии, потому что никто не удивится, если что-то произойдет с еще очередным банком США, либо кредит-свиз, который вроде как спасли, но под конец торговой сессии окажется, что недостаточно тех средств, которые выделили, чтобы поддержать этот системообразующий банк для всей Европы. Если что-то будет с кредит-свиз, я думаю, что, конечно же, проблема будет оценить очень трудно, потому что это настолько серьезный банк и значимый для всей банковской системы Европы, что, мне кажется, следующим будет Deutsche Bank, почему бы нет, Ubisoft Bank тоже вполне возможно. Я думаю, что золото в ближайшие торговые сессии до конца этой недели сохранит восходящую динамику, и пока рынок не отпустит тему вот этого кризиса масштабного финансового, может претендовать этот актив на движение выше 1950 и потенциально даже к 2000 долларов. Кстати, аналитики Bank of America и City считают, что золото туда придет уже в ближайшие несколько недель. Но учитывая то, что мы с конца прошлой недели восстановились почти на 50 долларов, даже чуть больше, я полагаю, что это вполне реальный сценарий, который сейчас можно рассматривать. Ну вот прямо в моменте уже 1922 доллара за тройскую унцию. Что касается европейской валюты, текущей котировки 1,0630, сегодня к евро, ты знаешь, Денис, я думаю, может быть все-таки спекулятивный интерес, потому что впереди заседание ЕЦБ, если посмотреть на прогнозы экспертов, несмотря на то, что я сказал, что логично и европейскому центральному банку тоже замедлить темпы повышения процентной ставки, прогнозы все равно показывают, что ЕЦБ сегодня может поднять ставку на 50 базисных пунктов. Если фактическое решение спадет с текущими рыночными ожиданиями, то у нас возникнет ситуация, когда темпы повышения ставки в Европе будут опережать темпы повышения ставки в США. И краткосрочно, это ключевое слово краткосрочно, вот это расхождение текущего курса монетарных политик, более агрессивный настрой ЕЦБ, менее агрессивный американского регулятора, может стать попутным ветром для европейской валюты и позволить евро против доллара прорваться там выше уровня 1,07. Дальше я думаю, что, конечно же, восходящее движение мало и вероятно, потому что вот эти глобальные риски, вкупе с все-таки неизбежностью того, что американский регулятор продолжит дальше активнее повышать процентную ставку, исходя из все еще актуальной проблемы с инфляцией, доллар выйдет вперед. Но сегодня и до конца недели, кстати, наша с тобой следующая встреча будет как раз через неделю, обсудим, где евро окажется на тот момент. Но сейчас я рекомендую рисковать, покупать европейскую валюту с целями 1,0750, ну, скажем так, такая психологическая круглая планка. А в качестве стоп-лосса можно поставить уровень 1,0580. Такая немного консервативная сделка с коротким стопом, около 50 пунктов, даже чуть поменьше. Но эта сделка может принести хороший результат именно в плане как-то срочного трейда. Так, и что касается рынка нефти, здесь гиперволатильность. Фактически вчера мы видели, как Brent обвалился почти на 10% с 79 долларов до 71. Текущие котировки 74,27 и настроение противоречивое. Если развить тему того, что все же начало, или, скажем так, банковский кризис перерастет в полноценный финансовый кризис общего мирового масштаба, это будет сильно омрачать перспективы роста мировой экономики. И сейчас вот все статьи, все заметки, которые были посвящены перспективам нефти, они начинаются с того, что участники рынка опасаются за будущий темп экономического роста и, соответственно, переживают за показатели спроса. Еще один негативный фактор – это намерение Запада, Европы, несколько пересмотреть условия по эмбарго и потолку цен на российские поставки посредством снижения, толкая еще долларов на 5. И, наверное, актуальный еще макроэкономический отчет по запасам нефти, который в США, что от Американского института нефти, что от Администрации аналитической информации мы получили прямо с разницей в один день подтверждение того, что спрос в американской экономике остается низким, потому что запасы продолжают расти. На этом фоне сейчас общее неприятие риска очевидно. Нефть пытается восстановиться, но я думаю, что прежде чем все-таки этот актив нащупает почву под ногами, мы можем увидеть повторный тест 70 долларов за баррель. Я бы сказал так, что при такой волатильности, как на рынке нефти сейчас, от этого актива лучше, конечно же, держаться подальше, потому что даже без плеча мы видим движение по 10%. Но кому хочется поспекулировать, можно поставить, например, отложку, забросить на уровень 73,50 с целями 70 долларов за баррель и стопом в районе 75. Это краткосрочная сделка, которая не имеет ничего общего с долгосрочными ожиданиями, потому что касательно долгосрочных взглядов, я думаю, что нефть развернется, даже ОПЕК не даст ей снижаться еще активнее и завершит первые полгода этого года, выше 80 долларов за баррель. Ну, краткосрочную сделку я также анонсировал. Денис, слово тебе. Так, отличный экран мой уже виден, правильно? Значит, я прослушал внимательно, что ты говорил. В целом я соглашусь. Значит, буквально пару слов по поводу сегодняшнего заседания ЕЦБ. В принципе, это касается и ФРС в следующую среду. То есть ты говорил о том, что возможно побояться повышать ставку на фоне банковского кризиса, как в США, так и в Европе, побояться повышать ставку на полпроцента. То есть я просматривал тоже и ожидания рыночные по ставкам ФРС, по ставке ЕЦБ. И таки да, то есть скорее всего сегодня будет анонсирование повышения на 0,25%, что в принципе уже закладывается в рынок. На фоне этого мы как раз и видели вчера достаточно сильное погружение вниз. Ну, плюс, естественно, история с Кредит Сьюзбанком. Его, понятное дело, что буду спасать. Но мне кажется, это дело не одного дня. И там еще очень много спекуляций будет на эту тему. Поэтому с учетом того, что технически, вот если сейчас немножко абстрагироваться от всего этого и посмотреть чисто технически на всю эту ситуацию, то выглядит так, что было сделано перекрытие вниз. Так как это сейчас новый июньский контракт, по фичам торгуется, то, соответственно, объемы сейчас очень сильно заливаются, очень сильно нам показаны. То есть внизу было огромное количество, прям вчера проторгованно, вот видно где-то всплеск по футпринту находился, в нижней даже одной пятой свечи примерно. И это, как правило, признак кульминации. То есть то, что цена как минимум хотя бы сделает более-менее значимую коррекцию. Дело в том, чтобы опционами обложили с обеих сторон. Есть вверху заливки, есть внизу заливки. Плюс, конечно же, спредовые комбинации. И сейчас самый интересный момент, а куда все-таки захотят двигать в первую очередь? Вот этот момент меня немножко вот так смущает. С технической точки зрения, с учетом перекрытия, я все-таки выступаю за то, что движение вниз у нас будет приоритетно. Но, опять-таки, оно может дойти только лишь, например, до ближайшей зоны поддержки, потом там как-то отскочить, а может дойти до прям стратегических среднесрочных целей, внизу, которые находятся. Здесь уже максимально сильная область в районе 1.03, 1.03.50. И технический канал сюда очень красиво нижней границы попадает. По опционам вот видно, сколько заливок было сделано, просто огромнейшие. Плюс сейчас она уперлась в район 1.02 маржиналки, чуть выше по паттерну перепозиционирования, то есть это перекрытие сегмента. Здесь у нас очень сильное сопротивление в области 1.06.70, 1.07, примерно в этом диапазоне. Поэтому я лично больше склоняюсь к варианту снижения, даже с учетом вот этого залитого очень крупного объема внизу. Я думаю, что это скорее были фиксации тех позиций, которые накапливались вверху на продажу. И дальше движение вниз у нас может продолжиться, потому что я, честно, по Европе не жду в ближайшее время прям каких-то хороших новостей. Что касается нефти. Значит, по нефти здесь какая-то ситуация. Вчера было сильнейшее падение, и вот прям у меня видно, огромный объем залит был на уровне 66.50. То есть вначале там реакция была очень слабая на часовом графике, потом ее уже подтвердили в районе 4-часовой закрепления выше объема сделали. То есть если разобрать, мы четко видим, где основное обливание было. То есть вот в этой части вот это и есть 66.50 уровень. И обратите внимание, здесь как раз перекос неплохой по АСКОМ, то есть это рыночные покупки. Но с учетом общей концепции движения вниз и вообще как выглядит долгосрочная вот такая вот тенденция, то я больше склоняюсь к варианту, что движение вниз будет продолжено. Значит, конечная цель, я думаю, в районе там где-то 60-62. Здесь и по аукционам есть, и технические области тоже очень сильные. То есть если немножко назад окунуться в прошлое, то мы четко увидим вот где поддержка у нас находилась. Вот раз, два. Два таких экстремума, значимых, которые классно поддержку нам оказывают. До них особо сильной поддержки там нет. Поэтому я не вижу причин, по которым цена, например, не может к ним прогуляться. Поэтому вопрос единственный только лишь в глубине коррекции. Если смогут коррекции добить куда-нибудь вот сюда вверх, в зоне продавцов, замечательно, движение вниз у нас будет просто суперское. Но опять-таки это если добьет, потому что у меня сомнения на этот счет, потому что нефть может, если у нее идет импульс, то этот импульс может вообще вот просто переть без откатов. Точно так же, кстати, как и по золоту. Здесь примерно одинаковая картина с точки зрения характера движения. То есть по золоту я жду цену еще с начала недели в районе там 1950-1965. Очень сильный диапазон. То есть здесь у нас и локальное сопротивление есть, и двойная маржинка сюда попадает. Также зона опционного спреда у нас находится. То есть здесь реально классный диапазон. Есть хотя бы для промежуточной фиксации. Конечно же, есть ожидания выше 2000. То есть выше 2000 закладывают в основном на следующий опционный контракт с экспирацией 25 апреля. Это 2040, это 2050. И я думаю, что да, такие движения вверх у нас продолжатся. Тем более, если рассматривать, например, связку между евро и золотом, то у них абсолютно полный разнобой происходит. То есть золото сейчас чисто как защитка поступает. Но тем не менее, я думаю, если даже пытаются бить вот сюда вот так вот вверх, то все равно у нас коррекция более-менее значимая вниз пройдет. Почему? Потому что у нас фактически в новом контракте фьючерсном на росте, вот каждый новый максимум формирующийся, объем у нас потихонечку начинает падать. То есть тот импульс, который был изначально заложен на проталкивание вверх, да, он увенчался успехом, да, была реакция в виде проталкивания вверх, но потихонечку объемы начинают уже уменьшаться. И плюс сейчас вот открытый интерес с апрельского в июньский контракт перетекает. То есть открытого интереса немного больше, но я его почему-то пока не включаю, потому что там еще недостаточно объемов, я думаю, где-то со следующей недели уже буду на него более пристально посматривать. Но в целом, то есть да, здесь до бой, я думаю, вверх еще сделают. Для движения вниз, ну это нужно только, чтобы цена хотя бы перекрыла, закрепилась в районе там где-то 1885, тогда уже можно будет говорить о том, что локальное перекрытие сегмента сделано и движение вниз будет коррекционно. Но с текущих, пока этого не произошло, то приоритет, конечно, проще не плевать против ветра и основной приоритет выставлять по направленности вверх. Поэтому 1950 как раз мои ближайшие ожидания по золоту. Вот, соответственно, нефть, ну а евро тут крайне осторожно, потому что, блин, не знаю, как оно себя поведет, я буду только смотреть по объему, потому что ловить лимитом при текущей вообще нестабильности у меня лично ни малейшего желания нет. Ну, в общем, скоро узнаем, как себя евро поведет, потому что буквально через несколько часов, условно говоря, само заседание, и волатильность будет, конечно же, значительной. Контролируйте риски, друзья, как всегда, очень важно следить за загрузкой депозитов и какие-то принципиальные моменты риск-менеджмента. Денис, тебе огромное спасибо, что нашел время, проанализировал рынки вместе со мной. Сейчас делать это очень непросто, потому что очень много форс-мажорных обстоятельств, которые прям меняют тренды и ломают какой-то привычный фундаментальный фон, и нас заставляют вот адаптироваться, подстраиваться под него. Но иногда такое бывает, друзья, тоже нужно на это делать на скидку. Денис, еще раз тебе большое спасибо, хорошего закрытия недели, и обсудим уже, чем завершится вот этот хаос в банковской системе Европы уже на следующей неделе. Может быть, будет конец, или кто знает, но только начало. Спасибо. Все, тебе тоже спасибо, и успешного окончания торговой недели тебе, нашим подписчикам, и, конечно, душевного благополучия, стабильности на этих финансовых качелях. Да, спасибо, Денис, пока. Спасибо, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok